Доброе утро, дорогие друзья! У нас сегодня с вами, как обычно, в пятницу, 9 декабря, в преддверии нашего уикенда. С нами великолепный оппонент Риама, информационная поддержка. Олечка сегодня в студии. Студия у нас сегодня новая, поэтому с премьерой нас и, собственно, вас также, дорогие наши радиослушатели, и переходим к... понятно, в общем, информация на эти выходные. Собственно, начнем с чего мы, Ольга, привет, доброе утро, и слушаем тебя, конечно же. Доброе утро! Сегодня немного событий, но они довольно интересные. Но сначала я бы хотела напомнить, что самые интересные новости, инфографики, интервью и фоторепортажи можно найти на сайте rama.ru. А можно и не найти. Тут в зависимости уже от того, насколько вам это надо. Но в любом случае, Радио 1 с удовольствием осветит те самые нужности, которые будут проходить. С чего начнем мы? А мы начнем с Гарри Поттера, потому что это главная премьера этой недели, да, русскоязычная версия книги Джоан Роллинг, «Гарри Поттер и проклятое дитя» наконец-то поступила в продажу на этой неделе, и в связи с этим проходят Дни Гарри Поттера в Москве. Мне очень нравится второе, так сказать, название «Проклятое дитя». А где твоё «Проклятое дитя» читает Гарри Поттера? Ну, и в честь Гарри Поттера 11 декабря, в воскресенье, пройдет даже Поттер-парад на Новом Арбате. Потрясающе. Ты будешь в нем принимать участие? Ну, я бы хотела заглянуть и посмотреть. В костюме Гэндальфа, да, как говорится, или кто там у них был? Неважно. Собственно, вот произойдет эта история, будет Поттер-парад. Парад косплееров нужно будет прийти в костюме любимого героя, и это совершенно не бессмысленно и не бесполезно, потому что за лучший костюм можно получить поездку... Можно получить, да. Можно получить что-то, да. Но главный приз – это поездка в музей Гарри Поттера в Лондон. Потрясающе. То есть не просто так. Вот это, на секундочку, уже хороший подарок. Надо переодеться в Олондон Морда, да? Да, почему бы и нет. Это имя среди нас не произносят. Ну да ладно, видите, я фанат. Также, кроме конкурса косплееров, да, вот этого парада, пройдет и шествие с волшебными палочками, Петриса... И квест по мотивам книг о Гарри Поттере, фотосессия с живой совой, магический книжный флешмоб и многое другое. Ну, то есть будет интересная, довольно насыщенная программа, все будет на Новом Арбате. Старт продаж книги проходил в Доме книги на Новом Арбате. То есть все будет там. Можно прийти и участвовать. Ну, вообще, надо заметить, что действительно многие думали, что какие-то такие приключенческие события, литература немножко отжила себя и пользуемся мы только классикой из прошлого. Оказывается, вот вам, пожалуйста, доказательство, сказка современная, Гарри Поттер, которая в себе, кстати, собственно, протаскивает достаточно много тем. Это и современные отношения, и в то же время мы понимаем, что где-то все равно есть такой мир, в котором мы, ну, каждый бы из нас, наверное, честно хотел бы с удовольствием, да, очутиться и попасть в эти приключения. Во всяком случае, для тех детей и подростков, да мне кажется, и для взрослых, эта книга очень и очень до сих пор актуальна и интересна. Поэтому с удовольствием, да. В преддверии Нового Года всем хочется волшебства, какой-то сказки и подарков. Еще бы, еще. Многие хотят просто элементарно волшебную палочку. Трынь! И вместо, как говорится, щей с капустой, просто капуста зеленая, отсчитал и в парк, в луна. Едем далее у нас... Да, у нас премьера фильма «Под покровом ночи». Это долгожданная премьера фильма дизайнера Тома Форда. Наконец. Который у нас еще и режиссер, да, и снял такой необычный фильм, «Под покровом ночи», который с 8 декабря в российском прокате. То есть в этот уикенд можно сходить и посмотреть. Главная героиня фильма, Сьюзен, неожиданно получает посылку от своего бывшего мужа. Так. То, что от бывшего это очень важно. От бывшего, да. То есть она уже замужем, у нее какая-то своя жизнь. А бывший муж хочет с ней встретиться и просит до этого прочитать его новый роман. Вот. Там-то все и, собственно, книга оживает, я так полагаю. Да, да. И когда начинает читать, что-то с ней происходит, она погружается в прошлое, из которого ей сложно выйти. Ну, то есть это такой какой-то триллер, да, загадочная история. Нужно смотреть. Уже интересно, уже сюжет держит, и все гадают, вернется ли она к прошлой жизни или продолжит свое. Об этом, как говорится, Том Форд нам поведает уже на экранах, да, правильно? Да. Под покровом ночи. Ну, так как еще Том Форд, это дизайнер, фильм должен быть очень красивым, стильным. Наверное, там картинка точно уже будет красивая. Ну, судя по мысли, наверное, он проникновенный, а если он еще будет и красивый, то здесь, знаете ли, мысль со вкусом, возможно, даже совпадет, что есть хорошо. Едем далее. У нас фестиваль. У нас фестиваль «Девушки поют» в клубе 16 тонн. А, я думал 16+. Да, это фестиваль «Новые волны современной музыки». То есть это различные группы, где доминирует женский вокал, но группы новые, да, то есть которые выстрелили в последние годы. Ну, например, такая исполнительница, как Надя, группа «Чикис». Просто Надя. Просто Надя, да. Мама, моя Надя приехала. Твоя Надя – лысый вор из кунсткамеры. Да, Надя? Тема, креста и так далее. То есть различные коллективы, группы, но где-то это полностью женский состав. Если нет, то вокал точно женский. И цель вообще этого фестиваля – ну, не просто показать, что… Ну, то есть это не феминистские какие-то идеи, а показать, что в последнее время в современной музыке действительно женских групп стало очень много, и они недостойны. Ну, я думаю, что, мне кажется, вообще такие вещи, как сцена и прочая история, нельзя делить на женское или мужское. Есть и то, и другое. Просто каждому нравится своё по-своему. Нельзя только лишь слушать мужской вокал и думать, ох, как это хорошо. Потому что, наоборот, в чём, наверное, хороша, наверное, наша вообще в целом жизнь или палитра новостей, потому что в нём есть контраст. Так же, как и в вокале. Женский вокал дополняет одно, мужское – другое, а в сочетании выдаётся определённый продукт. Поэтому, конечно же, тут разделять женщина или мужчина, просто здесь уже каждому своё. Ну, просто действительно качественная музыка, современная, интересная. Почему нет? Тем более в таком формате клуб 16 тонн, да, такой немножко камерный всё-таки, да, то есть небольшая сцена, билет 400 рублей, тоже очень доступная цена. Поют тебе на ухо практически, поют тебе на ухо. Но здесь бы я даже заметил ещё одну такую штуку, то, что камерный формат, и вообще на данный момент, мне кажется, от женщины гораздо быстрее можно дождаться что-то агрессивного, нежели от мужчины. Сейчас мужчины чаще всего встречаются такие какие-то полулюбовные истории, я имею в виду, в песнях прослеживается, нежели у женщин. У женщин всё больше такое «Ай-яй-яй-да, гуляющий!» Ну, посмотрим, ладно, разберёмся. А также вот этот уикенд, это очень необычный новогодний фестиваль. Так, что же это такое? С очень необычным названием. Готовь сани, Саня. Готовь сани, Саня. Как говорится, такое впечатление, что Александр Васильевич к сыну обращается. Ну вот, да, пожалуйста. А 10 и 11 декабря пройдет этот фестиваль на корабле Брюсов, если кто не знает, в парке Музеон. Конечно. Где может еще корабль Брюсов? Он ходит, что ли, куда-то? Стоит и стоит. Да, на фестивале будет и новогодняя ярмарка, где можно будет купить подарки. И на фестивале будут учить делать санки, настоящие санки, которые можно будет забрать с собой. Сколотил и уехал. Отдайте карту метро, я доберусь на подзем. Можно будет посмотреть новогодние фильмы, такие, как «Реально любовь», «Интуиция». То есть там будет прям площадка, где эти фильмы будут идти. В минус 40. Ну, это же на корабле, то есть там закрытые. Слава Богу. Все нормально, да. Это не в парке, то есть это вот... Не совсем в лесу. Да, конечно. Конечно. А также здесь можно будет посетить праздничный концерт. Пройдет 10 декабря вечеринка «Шиповник». Так, что же это? Что это значит? Пробирайтесь через терновый куст. Если что-то за вас зацепится, заварим вечером. А вот 11 декабря – джаз-концерт. Джаз-концерт. Да, это довольно-таки интересно, да, потому что действительно много всего там можно поделать. Можно посидеть мастер-класс, можно сходить на ярмарку, можно послушать просто фоном вот эту музыку, да. Проходя мимо, что-то играет. Другое, да. Почему бы нет? А также из подарков здесь действительно можно купить много таких необычных вещей. Ну, например, керамику, брошки – это всё ручная работа, да. Арахисовую пасту, детскую одежду, тоже такой хендмейт, да, украшения для дома, ёлочные игрушки и многое другое. Но, кстати, если ёлочные игрушки, они тоже, наверное, выполнены как-то, не просто это какие-то блестящие шары пластические. Конечно, да, но это, я думаю, что символ года, это, я думаю, что вот что-то такое актуальное, да. Яркий петух. Почему нет? Да, почему нет? Многие из нас заулыбались. Да, но фестиваль пройдёт два дня, то есть 10 или 11 можно сходить, можно как-то зарядиться новогодним настроением, если его нет, да. Ну, во всяком случае, я думаю, что весь декабрь будет петь нам про Новый год, и эти выходные одни из, будем так говорить, первых настоящих зимних, уже предновогодних. Собственно, многие уже в эти выходные прочувствуют какой-то Новый год, да, Оль? Ну вот, да. Кстати, фестиваль же сладный, да, поэтому вообще… Что же вы молчите? Что же вы молчите? Фильмы хотя бы, да, если ты там не хочешь ничего покупать, слушать, ну, приди, посмотри фильмы на большом экране, потому что это всё равно там будет организовано, ну, вот, как в кинотеатре. Если у тебя дома маленький ребёнок, и вы не можете включать телевизор, пожалуйста, идите на корабль и смотрите фильмы, которые можете посмотреть на полный звук, а то, как говорится, дома ещё плачет кто-то. Рождественский маркет у нас ещё, да? Ну, наверное, завершающее уже событие, да, этого уикенда, рождественский маркет тоже на тему Нового года, да, очень много сейчас открывается каждую неделю различных маркетов, ярмарок, да, и вот в этот уикенд такой разовый, можно сказать, маркет Скандинавия от скандинавского клуба, да, то есть на скандинавскую тему. 10 декабря он пройдёт в Москве, скандинавский клуб находится на Таганской, да, если кому интересно, маркет бесплатный. Очень многие сейчас собирают вещи на Таганской. Да, и на маркете можно будет купить, опять же, хендмейт подарки. Ну, действительно, это сейчас актуально, интересно для тех, кто ещё что-то необычное, да, чтобы не пойти, там, в стандартный торговый центр или, там, не знаю. Конечно, какие-то там за 5 тысяч или, там, за 10 тысяч долларов в часы лучше палку сделанную своими руками, понимаешь? Хендмейт. Почему бы нет, Саня сделать своими руками. Мне Саня с Саней сколотил. Колотушкой. Ну, что здесь можно купить, да, на скандинавском маркете, связанные вручную свитера, разделочные доски. Прям при вас. Разделочные? Нет, связанные. Связанные, ну, наверное... Садитесь, минут через 40 будет готово. Уютные пледы. Потрясающе. Да, украшения, конечно же, рюкзаки и многое другое. Ну, кроме маркета, да, можно на ярмарке согреться глинтвейном, конечно же. С этого надо было начинать плед, глинтвейн, чай, кофе, санки и фильмы бесплатные. Так как маркет скандинавский, да, здесь будут шведские булочки с корицей, скандинавские сэндвичи, то есть какая-то ещё необычная кухня, да, вот, то есть то, что можно будет попробовать. Для тех, кому интересно что-то интеллектуальное ещё, да, там будут лекции. Лекция, посвящённая, например, шведским рождественским традициям. Будет играть рождественская музыка Скандинавии, Ирландии и Шотландии. Это уже даёт какой-то антураж. И вот опять же, да, для тех, кто ещё и призов хочет, будет розыгрыш призов. Круиз на пароме Викинг Лайн в Стокгольм. Ну, секундочку, уже хочется собраться, с этого надо было начать. Да, но тех, кто не выиграет главный приз, можно получить «Кружки с маяком», произведение скандинавских авторов, дизайнерские блокноты. Альтернатива, вам мы вручаем круиз, второе место «Кружка с маяком». Ну, кстати, вот, чтобы поучаствовать в розыгрыше призов, 170 рублей нужно заплатить, но почему бы и нет? Кружка, 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 или кружка, ручка от кружки, оп, забери. Ну, что ж, мне кажется, есть где провести свой досуг, мне кажется, есть чем насладиться, и благодаря Ариама мы всё больше и больше получаем хорошую информацию, а самое главное, с юмором, легко и приятно. Ну, а что ещё нужно в выходные, правильно? Не загружать же себя какими-то мыслями, хочется действительно отпустить рабочую неделю, пусть... Погрузиться в Новый год. Погрузиться в Новый год, да, или в Сугуру, или в Сугуру. Кто во что. Дорогие друзья, с нами сегодня в студии Ольга, представитель Ариама, наш информационный партнёр. Каждую пятницу мы с удовольствием рассказываем, где и как вы можете провести свои выходные, тот или иной уикенд. Самое главное, знайте, радио 1 с удовольствием вас окунёт в информационную палитру, вы подчеркнёте самое важное. Ура!